Век технологий. Появляется все больше задач, решение которых зависит от разработчиков информационных систем, инженеров и программистов. Мобильное место оператора воздушного патрулирования – новая разработка компании «Газпромкосмические системы», обеспечивающая новый уровень предоставления геоинформационных услуг. Мобильный программно-аппаратный комплекс способен объединить информацию из различных геоинформационных источников, привязать материалы аэрокосмического мониторинга, получить ортофотопланы или построить трехмерные модели местности, зданий и сооружений. Посредством нейросети система проведет предварительный анализ полученной информации, определит посторонние объекты в зоне наблюдения, выдаст промежуточный отчет и отправит его заказчику. Комплекс способен решить различные задачи, связанные с дистанционным зондированием Земли, оперативно передать информацию потребителю, что значительно оптимизирует процесс, делает его более быстрым и, конечно, комфортным. Разработка была представлена в этом году на Международном петербургском газовом форуме. Мобильное место оператора воздушного патрулирования, значит, оно разрабатывалось по запросу нашего заказчика, которому мы сейчас предоставляем такую услугу. То есть мы делаем мониторинг газопроводов. Летают беспилотные летательные аппараты, снимают какой-то участок местности, и мы выявляем различные нарушения нормативных документов. Там посторонние лица в охранной зоне газопровода, допустим, там объекты капитального строительства находятся там, где они не должны быть. Сердце этой разработки включает в себя такой вот модуль, который представлен в виде веб-интерфейса. Он позволяет летчику, оператору мобильного рабочего места, получить, собственно, данные, как уже было сказано, с беспилотника, загрузить их в систему и на такой панели основной все свои съемки видеть, иметь возможность их сортировать, фильтровать, в общем, работать с ними. Для чего же все это нужно? Вся информация из полей передается в Центр аэрокосмического мониторинга. Здесь обрабатывается. Порой на это уходит несколько дней. Но благодаря мобильному рабочему месту потребитель уже совсем скоро сможет получить данные на месте. Как только беспилотный летательный аппарат выполнит свою задачу, данные могут быть сразу загружены в эту машину. Запускается обработка и затем формируются карточки нарушений. В среднем процесс длится около часа. И плюс нашего мобильного рабочего места в том, что там применяются нейросети для помощи оператора при поиске вот этих вот объектов, которые нарушают правила охраны эксплуатации газопроводов. Нейросеть обучена разработчиками, однако процесс этот не прекращается. Воздушное патрулирование земли компания выполняет с 2017 года и накопило большой объем данных, на основе которых была составлена обучающая выборка. Чтобы представить комплекс в том виде, в каком он есть на данный момент, у команды разработчиков ушло приблизительно полгода. Проектирование концепции этого рабочего места, самой структуры, программного обеспечения, реализация модулей и сборка прототипа. Однако это не конечный результат. Комплекс будет меняться, ведь нет предела совершенству. Главное, что уже сегодня он способен справиться с широким спектром задач. Перспективы применения таких технологий огромные. Здесь и оперативный мониторинг несанкционированных свалок, пожаров, поиск различных нарушений в области экологии и многое другое. Даже лучшая ель в Подмосковье для Кремля в Новый год будет найдена в кратчайшие сроки. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.